ПЕСНЯ Режиссер постановки Илья Архипов в формате Open Air работает впервые. Говорит, площадка для этой истории подобрана идеально. Вот вам Днепр, вот княжеские хоромы. Поэтому минимум декораций. Оперу оттеняют так называемые цветовые пятна. У каждой сцены своя колористика. Я гулял у воды очень много. Смотрел, что происходит в воде. В сумерках, днем, ночью. Вода дает определенного рода искажения. То есть это зеркало, в которое смотрят наши герои и видят себя разных. Каждый раз обращаюсь к этому огромному зеркалу. Александр Доргомышский признанный мастер-миниатюр. Опера «Русалка» – самое масштабное его произведение. Композитор работал над ним около 10 лет. Современные постановщики взяли на себя смелость дописать финал трагической истории. Мы хотели сохранить вне пушкинскую сказочность. И так как Доргомышский предложил нам свой финал, дописав историю Александра Сергеевича, мы же, оттолкнувшись от мотивов Пушкина с музыкой Доргомышского, мы предлагаем зрителю третий вариант. Наше видение того, что произошло и как это дело произошло. И как венчались в итоге Наташа с князем. Исполнители, солисты из Петербурга и Москвы в роли Наташи, солистка Мариинского театра, Екатерина Санникова говорит, ее партии – это настоящий вызов для сопрано. Это технически очень сложно, так как, во-первых, у нас постановка такая, что Наташа практически постоянно носится по сцене, как заведенная, а петь и достаточно сложные вокальные партии, которые написал Доргомышский, потому что это интересно, потому что он взял достаточно плотные голоса и дал им очень подвижные партии, что, в общем-то, нетипично. Оперу пришлось адаптировать к открытому пространству и формату фестиваля. Трансформации музыкального текста доверили известному российско-американскому дирижеру, популяризатору академической музыки Владимиру Ланде. С самого начала я многие сцены переставил местами. За счет этого, мне кажется, что развитие получается более динамичным, более лаконичным, кульминация выигрывает от этого. Впервые в истории фестиваля количество гостей вынужденно сократили. В числе приглашенных в основном медицинские работники. Тем не менее, невзирая на ограничения, количество слушателей меньше не стало. За ограждением вокруг сцены сотни человек. Послушать оперу многие приехали целыми семьями. Пришлось сидеть на жердочке, хотя мы взяли с собой снаряжение. Мы приучаем к искусству красиво, чтобы любил творчество, музыку. Тебе нравится? Угу. В душу отдыхаешь, конечно, все хорошо. Вам совсем не обязательно сидеть? Не обязательно, главное слышать. Мы любим эту оперу. Мы приходим постоянно на этот фестиваль. Мы на первые ряды никогда не стремимся. Мы здесь находимся всегда. Здесь лучше нам, спокойнее и приятнее. Следующее выступление 16 августа на площади Растрелли у Смольного собора. Там прозвучит редко исполняемая в Петербурге опера Беллини, Капулетти и Монтеки. Действия режиссеры перенесут в наши дни. Артисты обещают не только удивить вокалом, но и исполнить акробатические трюки. Анна Лаврунова, Михаил Марков, Роман Гвицаридзе, Александр Горохов. Вести Петербург. Капулеттург. Капунеттург. Капулеттург. Продолжение следует...